Чёрное зеркало Чёрное зеркало Чёрное зеркало Аплодисменты. А скажите мне, пожалуйста, вот в межличностном общении, неформальном, вы даете друг другу совету, как хранить, например, 14 миллионов долларов наличными дома? Андрей, возможно, вот ваш лидер Олег Ляшко рассказывает о том, что их потребно вылом и перегортать, ибо вон и приты почнуть. Кто-то советует антимоль какой-то получше. У кого-то крейсы завелись, погрызли 100 тысяч долларов, ну ладно, я там переложу в чуланчик понадежнее. Вы ведете такие разговоры между собой или нет? Ну, раз вы ко мне уже обратились, то я попытаюсь ответить сначала за себя, а потом уже из-за своих коллег. Ну, во-первых, у меня декларация достаточно простая по сравнению с моими коллегами. Я дал, так сказать, себе совет написать, посчитать то, что у меня было по состоянию на 15-й год, соответственно, и задекларировать то, что на самом деле есть. Поэтому я вышел с интересным предложением, о чем написал в Фейсбуке, где собрал очень много лайков. Я хочу обратиться к коллегам, депутатам, присутствующим здесь в парламенте, поддержать мою инициативу, которая, в принципе, очень проста. Я хочу сделать законопроект, который обяжет народных депутатов, любых других чиновников, государственных чиновников, занимающих особо важные посты, держать деньги, наличные деньги, которые задекларированы, на счету в Государственном банке Украины. Таким образом, нам не нужен кредит МВФ, таким у Государственного банка Украины. Это либо счет, либо у коррекции. А чего счет собираются кончить? А Эксимбанк уже едет выше. Поэтому это позволит, первое, отказаться от внешних заимствований кредита МВФ. Не просто рассчитывай, что Лешкова глава им был. Не, давай Гонтареву поменяем. Мы сгодеваемся, что ты не в доле. Я предполагал, чтобы у сложностей с прохождением этого законопроекта, я предполагал, что ваша декларация намного беднее, чем ваших однопартийцев. У вас, вот честно, это вызывает чувство зависти? Никакой зависти. Но при этом вам же и не хочется выйти из франции? Я очень хотел бы сделать так, чтобы в стране не было бедных. И на самом деле, чтобы думали как можно больше только о богатых людях. И чтобы украинцы были все богатыми, безусловно. Кто-то больше, кто-то меньше. Это первое. Второе. Подавляющее большинство моих коллег во главе с лидером, лидер сделал вообще просто. Он заказал справку, если я не ошибаюсь, в налоговой инспекции. Получил за 10 лет, будучи депутатом, официальную информацию из налоговой инспекции, сколько заплачено налогов. И, соответственно, эту же сумму задекларировал. Какие к нему могут быть вопросы? Мало того, я вам хочу сказать, точно так же сделали и мы. Мы заказали справки для того, чтобы, как многие наши депутаты, написали заявление. Сейчас мы дойдем от Андрея Лазового. Мы написали заявление. Я бы не советовал, чтобы кому-то особо не нападать, потому что такой перекрестный, обстрел начнется, что мало не покажется представителям любой фракции. Алексей, нельзя не нападать, потому что есть в парламенте большинство просто бандитов, которые все 16 лет грабили страну. 16 лет, 25 лет грабили страну. И есть новые молодые депутаты, которые туда прошли по мажоритарке, например, да, честно. И есть небольшие бизнесмены, которые получили доверие власти. Но тот факт, что Верховный Совет Украины можно зарешетить, и в принципе он ничем не будет отличаться от тюрьмы, где сидят рецидивисты, бандиты, коррупционеры, это неоспоримо просто. Ну согласитесь, СМИ сейчас смакую, сначала смаковали, потом, схватившись за голову, начали анализировать всего лишь верхушку этого айсберга. Ведь речь идет о более чем 100 тысячах электронных деклараций, поданных по стране. В основном обсуждали миллиарды, которые накопили только, ну, до тысячи человек, скажем так, да. Верхушка нашей власти остались еще судьи, осталась власть в регионах. Насколько сумму, которую увидели украинцы сейчас, можно умножить, чтобы понять весь размах вот этой широкой ноги, на которой живет наша власть? Ну, я как раз хотел дать, потому что сейчас наши активисты, власне, с народным контролем занялись переверкой по всех областях. Я вам скажу, что некоторые декларации, особенно что касается судей, особенно что касается ДФС, митников, податковцев, еще может дать фору окремым декларациям депутатам, потому что, действительно, на сегодняшний день понад 103 тысячи деклараций подано. Причем, подано набагато больше, чем были бы быть поданы в первой минуте. И тут очень важный момент. Чтобы эти подачи, ее декларирование не перетворилось на своевременное декларирование. Ну, нулевое декларирование. Очень хороший вопрос, действительно. Про то, чтобы это просто не зафиксировали на любые вопросы, вас, журналистов, или людей, не сказали, так я все задекларировал, побачил. Далее должна быть невидвротность покарания. То есть, проверка, однозначно. И далее должны быть покараны люди, у которых будут невидовидности, которые не смогут объяснить свой способ жизни. Вот, вот, Дмитрий, и сами задали направление этого разговора. Во-первых, правы ли те политики, почему они это делают, которые сейчас уже говорят о том, что нужно говорить об обнулении деклараций. То есть, за эти еще не отвечаем, а вот за следующий год уже сравнивайте и ищите коррупцию. Такая инициатива есть. Уже законодавшая инициатива. Просто раз расскажу, потому что у нас на комитете приходила паня Южанина, которая защищала, в основном, на антикоррупционном комитете парламентском. Это было 4 недели назад. Она представляла законопроект, который, в основном, говорит про нулевую декларацию для чиновников судов. Что ей неприпустимо. Нулевая декларация для бизнеса, так, тех, кто сводит в рабочем месте, те, что платили податки, да, где спрацвали в СИРУ, где спонимизировали податки. Это еще и логично. Так, когда ты декларуешь, показываешь, платишь 5% и таким чином обнулюешься с державой. Давайте зрителям, которые, возможно, не понимают, что такое обнуление. Я правильно говорю, Борислав, что речь идет о том, что вот эти все миллионы, миллиарды, яхты, виллы, святые мощи, коллекцию икон, на которых, наверное, не спят и ими укрываются, имея квартиру при этом 37 квадратных метров. Мне просто их жалко. Они в такой тесноте живут, это ж убирать невозможно, понимаете? А признать закон на нажитое. Нет, вы не правы. Есть закон про незаконно сбогачивание. И он ни в коем случае не является нулевой декларацией. Первое. Нулевая декларация возможна только относительно налоговых или валютных операций. Ни госслужащие, ни депутаты, ни судьи, ни прокуроры не подпадают под эту деятельность. Раз. Второе. На сегодняшний день мы четко понимаем, что если человек всю жизнь работал на государство, в той или иной ипостаси, это не важно. И он рассчитывает, показав миллион, два, коллекцию вин, коллекцию икон, коллекцию квартир, даже если всего лишь один домик, всего 7 квадратных метров. Борислав, сейчас очень важный вопрос. Не удастся ли заинтересованный протащить? Не удастся. Алексей, на ЗК четко сказала, закон о незаконном сбогачене, четко говорит, что вы сейчас, может, должны будете объяснить все, что за 2015 год, и до того момента, пока не начали тратить, вас не спросят. Но как только вы потратите первые 100 долларов, из которых вы задекларировали, вам надо будет объяснить, где их взяли. Как только вы купите первую машину за 100 тысяч долларов, квартиру за 200 тысяч, неважно, за миллион, за два, вам надо будет объяснить происхождение денег. И если вы не сможете это сделать, то тогда попадаете под закон о незаконном обогащении. И об этом надо запомнить. Хорошо. Второй очень важный вопрос, о котором сказал Дмитрий, это необратимость наказания. Правильно? Что нужно сейчас успеть сделать, и кто это должен сделать, и как общество должно проконтролировать, чтобы наказание было. Да, должен появиться закон о незаконном декларации. Но еще раз говорю, он должен относиться к субъектам предпринимательской деятельности, а не госслужащим. Хорошо. Проверка декларации. Проверка декларации. Сколько времени она может занять, дождемся ли мы хотя бы одного уголовного дела. Это вопрос действительно к тех органам, которые мы создали на ЗК и НАБУ, которые должны продемонстрировать теперь людям, чтобы они были как раз не просто созданы на папере, а они стали эффективным инструментом для того, чтобы в том числе и доводить справы, как сказал Борислав, незаконное обогащение, до суду. Но, шановные коллеги, я хочу обратить вашу внимание, что сегодняшний суд и доверие людей до сегодняшнего суду до равен нулю. И именно поэтому нам нужно создать обязательный и антикоррупционный суд, независимый суд, до которого потом будут подаваться соответствующие подготовленные дела, чтобы они принимали решение. Виктория, смотрите, маленькая ремарка. На ЗК уже говорит, что у них ресурсов может и не хватить на проверку всех 100 тысяч, что этот процесс будет очень длинным. Если мы сейчас начнем организовать новые структуры, вы ошиблись. На ЗК говорит не о том, что ресурсов не хватает. У них была первая и вторая стадия. Третья стадия – это модуль обработки информации. Модуля в данный момент нет. Он действительно отсутствует. Но в ближайшее время он должен появиться. Я хочу закончить свою тезу. Я хотела сказать про наступное, что кроме того, что мы говорим про незаконное сбогачение, мы должны еще с вами говорить и про сплаченные податки. Например, в моем случае я сразу вышла и сказала, смотрите, та сумма, которая задекларирована, она задекларирована из всех доходов, которые получила моя родина. Мы заплатили государственный бюджет около 3 миллионов гривен. Мы направили на благочинность только в 2015 году больше 300 тысяч на поддержку, в том числе, между прочим, семей наших воинов, которые погибли на войне. Поэтому тут вопрос еще и для наших податковых органов. Когда они собираются включаться в этот процесс, когда они собираются проверять, если были сплачены соответствующие податки в бюджет, а не просто задекларированы. Кирилл Куликов, как вы думаете, насколько активно они включатся в этот процесс, насколько активными будут проверки и верите ли вы тем экспертам и политикам, которые сейчас утверждают, а я назвал это, кормят народ обещаниями, что посадки будут и их будут десятки? Ну, во-первых, это все будет очень активно использоваться в политической кампании, то есть, друзьям, все, врагам закон, то есть, это обязательно будет использоваться. Я не знаю, как будет использовать это на ЗК, я это с трудом слово могу произнести, как на БУ это будет использовать, я тоже. Я не знаю, что такое коррупционный суд, потому что у нас обычные суды. Насколько я знаю, 38 судов в областях, на них замок повесили, судей не хватает. То есть, где мы найдем вот этих моральных авторитетов, которые будут судить? Так, подождите, еще и к судьям теперь можно будет приходить и декларации в лицо тыкать. Зато сейчас появится категория народных Робин Гудов, которые прочитали декларацию, посмотрели кэшак, в стране рвет просто уровень криминала просто огромнейший, милиция с этим справиться не может, она переодела только людей, и поэтому там совершенно все равно, сколько ты задекларировал там, я думаю, что большинство сумм кэша задекларировано на будущие периоды, То есть, товарищи ожидают... Но вы подозреваете, что это проверят те, которые захотят потрясти наших толстосумов? Да, те, кто это будут проверять, им все равно. Это ожидание будущих периодов или результатов, они будут бить до того, до тех пор, пока те суммы они не получат. К сожалению, в стране такая криминальная ситуация. Мы немножко приняли решение, немножко несвоевременно. Это всем будет нравиться, к сожалению. Но здесь я хотел бы обратиться к зрителям и сказать, что Кирилл прав. Действительно, криминальная ситуация в стране на сегодняшний день вряд ли позволяет толстосумам, которые еще неделю назад так бравировали своими миллионами в электронных декларациях, спать спокойно. В подробностях недели, уже в воскресенье, ровно в 8 вечера, мы с вами поговорим о том, как вооружается страна. Поверьте, вооружается она до зубов. Наши журналисты провели собственное расследование, чтобы понять, насколько просто сегодня можно купить ствол. Поверьте, это не такие уж и большие деньги. Обязательно посмотрите, это будет интересно. Напоминаю, подробности недели в воскресенье. Кирилл, заканчивайте, да, это был мой анонс. Сейчас ряд коттеджных городков под Киевом, декларанты, окружили автоматчиками. Вы услышите об этом, задайте запросы. Ряд наиболее известных, интересных, одиозных декларантов, просто ты едешь туда, городки окружены автоматчиками. Слушайте, хорошая тема, если мы успеем, мы все это проверим и об этом тоже расскажем, кстати, в подробностях недели в воскресенье. Еще один очень важный аспект. Ну, я думаю, что для тут присутствующих, опытных политиков, не секрет, что наша страна находится под внешним управлением. И давайте отверто скажем, что НАБУ является филиалом одних из наземных стран, НАЗК является филиалом двух-трех политических сил, которые сегодня ругают государство. Следующий крок. После осуществления декларации и после потенциальной возможности использования правовых норм в частности съяснения законностей сбогачения тех и других депутатов, для иноземных стран и тех сил, которых сюда навязали эти иноземные страны в качестве влады, открывается уникальная возможность керовать Верховной Радой Украины. А это означает, что просто через такой тиск может быть занято мораторий на продаж земли. Раз. У нас проголосовано Донбайское питание 2 и много других вещей. Третье. Закон про спецконфискацию. Вы никогда не получаете потенциально после этого ходу дочасных выборов, про которые мряет вся страна, и Сергей Каплин, и Социал-демократичная партия. Вы никогда не получаете других важных вещей, которые должны изменять нашу историю. Поэтому я еще раз наголошую, как бы сейчас не критиковал меня ведущий, у нас нет другой альтернативы, как этих жирных котов, которые сидят в парламенте, которые имеют сотни тысяч, миллионные статки, переобрать, заменить их простыми, обычными вчителями, лекарями, привести их в владу, в политику и строить новую страну. Я не стал вас критиковать, потому что считаю, что это мнение на сегодняшний день после прочтения электронных деклараций разделяет все больше и больше украинцев. Позволяю, Александра, кстати, скажите, как вы считаете? И главное, что произошло, видите реакцию Фейсбука, прогрессивного Фейсбука на декларации, видите реакции людей, я вот повернулся из регионов, ну просто жахливо, просто вибух, социальный вибух. Что это означает? Своей реакцией до деклараций и депутатов, страна проголосовала за единую возможную модель в своей стране, европейский социализм, как у Швеции, без жирных котов, где профспилки и социал-демократичные партии правят страны. Сергей, спасибо. Вы дайте журналистам время, мы все покажем. Я хочу сказать, я сама готова вам в этом помогать, и по парламенту всему. Мне в этом вопрос. Третий вопрос. Чи хорошо, чтобы прошла электронная декларация? Гарно. И это, еще раз, наголосить, это парламент ее проголосовал. Я могу вам сказать, знаючи парламентскую работу, что очень редко была бы возможность ее провести. Мы проголосовали это, взявши на себя ответственность. И хочу сказать, она была недосконала, ее нужно изменять. Как аудитор говорю вам, там нет полноты для анализу. Там нет, например, твоих затрат практичных. Там, если твоя особа перевищивает только каждый, платишь 5000 гривен. То есть, коммунальный уже не показывали. Там Егор Соболев внес... 60 тысяч. Не, 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 коммунальные затраты. 60 тысяч это иное. 60 тысяч это... Если ты купишь подарок, отримаешь 60. А если коммунальный, один платишь 5000. Не, 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 там для всех затрат. Я готова вам показать. Я еще раз говорю. Когда ваш Егор Соболев внес до доходов депутатские, какие 164 статья податкового кодекса говорят, что из них не сплачиваются податки, и это не есть доход, это искусственное завышение доходов депутатов. Есть много вопросов. Но это второе. Мы это доробим. Главное, это начало. Я поддерживаю пана Березу в том, что это не есть... Александр, а вы... А как вы оцениваете негативные последствия от этого? В том числе и для себя. Я сейчас скажу, как дальше двигаться. Это не есть нелюбная декларация. Хотя я телефонировала Южаниной, они в порушение закону ввели в программу, что когда ты заносил новый, ну, у меня объектов новых не было, бумажная такая соответствует, писала, что вы впервые это декларуете. Это есть признак нулевой декларации. Но она не может быть нулевой. И она, если у тебя один ДЕФ-справка, не нужно думать, как переверять. Есть нормальный аудиторский способ и понимание. У каждого из нас с вами, у каждого присутствующих с 98-го года есть история. С 98-го года написано, сколько ты отримал доходов и сколько ты сплатил податки. Если эта сумма в тебе нормальная, тебе никто никаких криминальных проведений не сможет. Но если скажут, что эти деньги появились за три дня до 98-го года? Нет, нет. Это можно тоже проверить. Но я хочу вам сказать главное, что я понимаю. Я понимаю, что это несправедливость людьми при такой сейчас бедности и проблеме. Сейчас еще не пришли жовтневые платежки. Например, у моего сына за одну комнату пришло. От вчера 3,600. 3,600. Мы сегодня про это рассмотрели. Это, прошу, это будет гирже. Это будет такой шок. И люди действительно сегодня переживают, либо отримуют декларации. Вот тогда люди вспомнят вам ваши электронные декларации. Нет, дети наши. Я не переживаю. Я готова про свои извитывать. Хочу сказать, что... Александра, поймите, вот что я вам пытаюсь объяснить. Я не пытаюсь нагнетать. Нет, подождите. Александра, эти декларации коснутся и вас. Какие бы вы суммы не подавали туда. Никто уже не будет верить политикам, так как, ну, в принципе, еще закрывал глаза два месяца назад. Вы приедете на встречу с избирателями, вам скажут, мало написало, врет. Я хочу сказать, что это было завжди так. Алисей не право. Нет, нет, не надо. Вы не правы. Вони мают право не верить. Вони мают право не верить. Але дальше это будет зависеть от того, как будет идти работа. И это наша задача. Чтобы это не закончилось спектаклем. Эмоции вылезли желчим. А чтобы были наслідки. И чтобы понимание ответственности закону было 100%. Как наведение порядка в Национальному банку у людей, у простых людей украли вклади в... Я перепрошу, 400 миллиардов, 400 миллиардов, это очень долго. Вы уже об этом говорили. Спасибо. Надислав Волод, а вы как считаете? Я читал вашу декларацию. В общем-то, упрекнуть мне вас не в чем. Но вас запятнали декларации других, как политика? Или нет? Вы знаете, тут варто... Я действительно согласуюсь с коллегами, которые считают, что, умовно говоря, всех собак спустили на парламент. Но у меня такое ощущение, что науспешнейшими предприятиями в лапках у влады есть, например, Служба безопасности Украины. Потому что вы не найдете никакой декларации работника Службы безопасности в этом реестре. Потому что они своим разрешением закрили свои декларации. Вот так вот, они закрили своим разрешением декларации, потому что они не имеют права этого по закону. Это публичная информация. Поэтому у меня возникает такой театр, который абсурд, я вижу. Но тут важно для понимания дальше. Я считаю, что для НАЗК и НАБУ сейчас это будет лакмусовый папирец. Если эти органы не доведут законность этих денег, тех людей, которые их показали, мы покажем, что эти органы ничего не способны. И это очень-очень плохо, потому что мы никогда в жизни не вернемся снова до этого вопроса борьбы с коррупцией. Также погоджусь с теми коллегами, которые говорят, что это не нулевая декларация. Когда мы говорим про нулевую декларацию, мы можем сказать исключительно про амнистию капитала. И то для приватного сектора. 100% никогда в жизни не должна быть коррупция обнульована. Если человек совершил криминальный злочин, а коррупция это криминальный злочин, она должна нести за это покорение. Я понял. Андрей Ильенко, а вы верите в успешную плодотворную работу вот этих всех проверяющих органов, о которых мы в который раз уже говорим? Проверка будет тщательной? Или, как говорят другие ваши оппоненты? Ну, принаймні, материал для цей переверки есть и величезный. И мы побачим это уже в ближайшие месяцы, я вважаю. И тогда станет понятно, что произошло. В произошло реальная изменения парадигмы, реальная реформа, или просто легализация награбанного в тот или иной способ. Потому что, понимаете, тут какая ситуация? Тут есть три основных. Первое, это, в основном, декларирование. И это, конечно, вызвало колоссальный шок и обурение в общественном мире. Но, с другой стороны, это все-таки величезный крок вперед. Мы пришли к ситуации, когда все, без исключения чиновники, депутаты, суды, прокуроры, показывают это. И общество видит это уже не на уровне чуток, а на уровне официальных документов, за которые они несут ответственность. И так было написано, что априори коррупционер попадает в пастку. Он або брешь, не пишет, и тогда он попадает за брехню, або он попадает за незаконное сбагачение, если он пишет и не может довести, откуда он это взял. Наступный момент, это работа антикоррупционных органов. Они, сейчас мы увидим, они работают, или это не будет происходить. И третий момент, на жаль, он самый сложный, что антикоррупционный орган, даже если он создает идеальный обвинительный акт, человека посадить в тюрьму может лишь суд. И на сегодняшний день мы знаем, как у нас суд. И там сидят те же самые суды, которые сейчас подавали эти декларации. И вот тут мы знаем даже официальную статистику, она была особенно висвятлена в прессе. За последние два года, среди этих коррупционных справ, которые подавали в суд, лишь 3%, представьте себе, 3% этих справ завершились реальными посадками. А остальные купились. А, наконец, фактически уникнули ответственность. Вот это не страшный момент. И пока мы не увидим первые выруки суду по коррупционных справах, вот это будет уже, как бы, кинцевый результат, для которого мы должны идти. Вот это, спасибо. Но если все-таки не увидим, слишком большой раздражитель был выпущен в общество. И тут, как раз, очень величезное вопрос к людей. Когда придет время делать выбор, люди должны задаться вопросом, за кого они будут отдавать свой голос. Чи те политики, которые идут, снова будут пытаться попасть к власти, что они были честными перед людьми, что они объяснили, откуда они сформировали свои статки. Пане Александре, дозвольте мне дозволить. Другой, что я хочу сказать, дозволить, чтобы они закончили. Другой, что мы должны сказать, это то, что, на самом деле, сами политики должны на себя взять ответственность, тих, кто идут в политику. Оприлюднивать свои декларации перед выборами, это також крок на то, чтобы быть абсолютно ответными и честными перед людьми. И тут дуже важливо, дуже важливо, чтобы люди не забули. Они статки, они миллионы, они все иконы, венотеки и так далее. Я звертаюсь до людей. Когда придет час выбору, помятайте, помятайте все эти декларации и задавайте вопросы. Я, кстати, на этой неделе, я с понедельника, кстати, ждал, что начнут обрабатывать население, как вы говорите, чтобы люди побыстрее забыли, как правило, что использует власть в этих случаях, ну и люди, которые заинтересованы. Нет, они запускают новый какой-нибудь медийный скандал, грубо говоря, бросают информационную кость, которую предлагают народу обсуждать. Мне показалось, что на этой неделе все настолько растерялись, или просто не осознали вот это эффекта. Это законопроект Деревьянка, который теперь вымагает, чтобы все, в том числе и те, кто ГОЖКИ представляет обовязковые декларации, в основном и редакторе. Проблема в том, что на сегодняшний день многие обслутывают. И наивность моих коллег будет, столкнется с реальностью. В реальности люди действительно будут продавать свои голоса. Но не все. Часть людей действительно проснулись. От литургического сна, в котором они находились. Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это тектонический сдвиг в обществе. Но он не произойдет буквально за день, за два, за месяц. Это поэтапное событие должно быть. Более того, когда мы сейчас увидим, что люди на выборах будут смотреть, действительно начнут смотреть декларации, вот это будет главным показателем, что люди начнут отделять зерна от пленей. И начнут отделять тех, кто воровал 25 лет, а тех, кто идет работать на людей. Я понимаю, что это правда. Я посещал последнюю фразу. В понедельник, вот сказали, вот люди будут. Я в понедельник встречался с избирателями. У меня было в понедельник. И я вам хочу сказать, нету такого. Нет. Нормальная реакция. Притом, все действительно проштудировали мою декларацию. Это говорит только об одном. Люди начали анализировать. Больше просидите. Но меня задали... Ну, мне не просят. Вот знаете, у нас разные коллекции, разные литераты. Мне спросили только одну вещь. Борислав, у вас было до прихода в политику больше или меньше? Я говорю, денег было больше. А как же получается? Вы пришли с некоторыми молодыми политиками в... Вы пришли с некоторыми молодыми людьми в политику. Вы были в бизнесе, у вас было больше денег. Они никогда не работали. И вдруг они показывают миллионы, а у вас денег стало меньше. Может, вы не тем занимаетесь? Я говорю, нет, наверное, я так раз тем занимаюсь. Ну, вы уже успели себя похвалить, я могу продолжить? Так вот, на ЗК должно в ближайшее время действительно четко сказать, кто занимается тем, кто не кем, а НАБУ должно соответствовать тому, что мы создали. Бороться с коронавирусом. Я понял, но я все-таки продолжу свою мысль. Стоит ли ждать нам появления новых медийных историй, очень громких, которыми попытаются перебить все-таки вот этот эффект от миллиардов в электронных декларациях чиновников? Насчет отвлечения внимания я с вами не согласен. Вот мы видим, что в конце недели был запущен, ну, такой абсолютно, как мне кажется, и так оно и есть на самом деле, фейковый скандал. Это поданя на лишение депутатской неприкосновенности по явно надуманным и сфабрикованным обвинениям народного депутата Вадима Новинского. Вы это связываете только с Е-декларированием? Нет, это для того, чтобы внимания отвлечь от провалов практически на всех направлениях. От обмечания народа, от повышения зарплат народным депутатам, от скандалов по Е-декларированию. Я не на 99%, а на 100% могу вам сейчас прогарантировать, что это уголовное дело не имеет ни следственной, ни тем более судебной перспективы. И, конечно, мы будем делать все для того, чтобы отстоять честное имя нашего коллеги. Уверен, что Вадим Новинский и сам это сделает. Но на самом деле, это ничего другое, кроме как отвлечение внимания и попытка в очередной раз оказать давление на оппозицию. Ничего другое. Ну, это ваше кошкозрение. Спасибо, Вадим Горасев. Хотел бы вас спросить. Кстати, кроме Новинского, если не ошибаюсь, Добки Младший пытался отвлечь людей. Он пытался в сессионном зале уйти в Нарнию. Он сам себя отвлекал, Борислав, он сам себя отвлекал. Он пытался уйти в Нарнию. Борислав, вы второй раз за сегодняшний день не мешаете. Вадим, так вы считаете, все-таки, правы ли те, которые говорят, что вот этот процесс электронного декларирования запустил необратимые процессы изменения как в украинском обществе, так и в украинском политикуме? И какими могут быть изменения? Насколько фатальными для политиков? Или наш народ, как всегда, ну, стерпит, да и привыкнет, да? Ну, насчет необратимости пока не могу утверждать, но это квантовый скачок, вот так сказали бы, потому что это революционная реформа. Вот реформы разные могут быть, это революционная реформа, потому что она открывает политику, она открывает движение денег в политике. И, в принципе, конечный итог – это разорвать вот эту порочную связь денег и власти. Почему это именно так? Потому что проблема, во-первых, проблема в законности или незаконности обогащения. Законность обогащения можно выявить, незаконность обогащения можно выявить. Но и тут так, или сядут все, как говорил один киногерой, так, Папанов, или надо будет все-таки, или сядут немногие. Так, потому что очень трудно будет расследовать, это суды, это целый процесс длительный. Вопрос в другом, а почему вообще было возможно незаконное обогащение? Это первый вопрос. Второй вопрос, почему вообще, даже если законное обогащение, держали деньги кэшем, в винах, в иконах и так далее, и так далее. Это же мертвое богатство, это же не капитал, это деньги, это феодализм. Ну, психологи объясняют, что это страхом бедности, Вадим, например. Вадим, ты не знаешь, откуда иконы? Нет, нет. Это не, я сейчас не... Ты понимаешь, что они из Донбасса? Я не вдаюсь, я встаю. Слушай, после грабежа и мародерства, правильно. Подождите, но почему-то берут иконы, а не акции. Я в том, я к чему веду, подождите. А, это другое. Друзья, давайте уважать друг друга, сейчас говорит... Да, давайте, я хочу... Уважаем друг друга, сейчас говорит Вадим, иначе я начну задавать всем политикам, которые обузят очень неудобные вопросы, и по их декларации в том числе. Хочу о важном сказать, о важном сказать, первое. Вот уже Станин Еминка говорит, мне хотелось бы, чтобы были все богатые, а не все бедные. А что хотелось? Делайте. Почему держат деньги вот в таких, в мертвом капитале, в мертвых деньгах? Как средство сбережения, а не как средство накопления. Пять функций денег есть. Вот это средство сбережения, почему? А у нас есть нормальный фондовый рынок. А у нас есть нормальные инвесторы институциональные. А у нас есть приватные пенсионные фонды, где можно было вложить деньги. И деньги бы работали, и они работали на страну, и на того, кто укладывает эти деньги. Не важно, политик, он бизнесмен и так далее. Поэтому главная реформа эта тянет, это институциональные реформы. Создать систему институтов, начиная от Национального банка, от банковской системы. Чтобы она была стабильна, чтобы люди... Почему люди не держат деньги в банке? Они не знают, завтра регулятор ведет какую-нибудь норму, и потом что с этими деньгами делать? Главное, что она богатая. Вадим, а возможно, для того, чтобы быстро по чемоданам и в Европу начали? Это тоже неправильно. Зачем это еще надо создавать? Потому что это уже проблема с собой на синий завод на синий день. И еще один момент. Понимаете, у нас несколько волн была политика. Вот Александр Владимирович знает. В 90-е годы юристы в основном были первое поколение. Нет, коммунистов много было. Коммунисты, юристы, националисты и так далее. И бизнесмены. Потом появились капиталисты. Первоначальное накопление капиталов. И вот это поколение бизнесменов, оно до сих пор было в политике. Почему? Потому что политика выгодный бизнес. В каком смысле? Способствовать аффилированному бизнесу. Так защитить бизнес, потому что законы не работают. Не защищают бизнес законы. Значит, ты в политику идешь, чтобы защищать свой бизнес. Так вот, если политики нынешние увидят, что политики или бизнесмены увидят, что в нынешней политике или в будущей политике, которая будет завтра, послезавтра, ты не заработаешь, не защитишь. Более того, ты должен открываться. Бизнесмену не надо открывать свои декларации. Он только платит налоги и все. А тут ты должен все открыть. То какой смысл идти в политику? Где контроль? Где НАБУ? Где НАЗК? Где одно посольство? Второе посольство? И народ еще видит эти богатства? Такие бизнесмены скажут. Да нет, не надо нам эта политика. Мы уйдем в бизнес и в бизнесе будем зарабатывать. А это к чему ведет? В том, что в политику будут идти. Чистые политики. Не в смысле чистоты. В смысле профиль. Виктория Атасовна, вот тут и подошло слово к вам. Вы один из тех политиков, которых называли молодыми реформатами и сейчас называют. И во многом благодаря вам Европа узнает о том, что у нас происходит. Вы выбиваете помощь, ездите по всему Евросоюзу для Украины. Насколько этот скандал ударит репутационно и по вам, и по другим молодым политикам, на которых было так много надежд. И как на вас теперь будет смотреть в Европе? Вы знаете, дякую за запитание. На превеликий жаль, ответственность в любом случае является коллективной. Адже я чувствую на себе эту ответственность. Я обещаю за все парламент и за весь этот непотреб, который мы увидели в электорных декларациях. Хотя у меня абсолютно с моей декларацией никаких проблем нет. И вы тут загадали про чартеры. И напомнили мне одно важное вопрос. Вы знаете, не так давно вышел сюжет на одном из телеканалов, где было расследование, как народные депутаты используются чартерами. Как они летают на своих приватных летах, чьи их орендуют, я не знаю. Но чина законодательства обязывает декларировать або властность, если у тебя есть властность летах, або перестирование, выдавки. Очевидно, что такой чартерный перелет, он стоит больше, чем 60 тысяч гривен. Но мы видели в декларации у депутатов задекларированные летаки, або эти чартерные перевезения. Вы знаете, у НАЗК есть функция не только проверки электронных деклараций, у НАЗК есть еще функция мониторинга способа жизни. И сейчас бы я на месте НАЗК взяла бы и подняла бы этот сюжет, подивилася, по кому были проведены расследования, а у них есть основа, в том числе информация, отримана из засобов массовой информации. И запитала бы у депутатов, чому в их декларациях эти летаки не отобразились. И я хочу еще всем напомнить, что, ухваляючи антикоррупционное новое законодательство, мы приняли изменения в Криминальный кодекс, где ввели ответственность за незаконное сбогачение. И покарание предмечает не только позбавление воли, а и в том числе конфискацию этого майна, которое стало как раз основой незаконного сбогачения. Поэтому, если наши сейчас правоохранные органы, если антикоррупционные органы, прежде всего, начнут адекватно собирать информацию, расследовать справы и доводить их до конца в судах, не дарующие подарки адвокатам, как раз делая ошибки, навмисно или невмисно, или через свою недбалность в соответствующих расследованиях, то вот такие справы про незаконное сбогачение могут стать так же джерелом наполнения нашего бюджета. Александра просила ложку джеркта, но, Александра, я вам хочу сразу сказать, Виктория не пользуется чартерами, я сам ее видел в эконом-классе. Одну ложку джеркта сказать. Спасибо. Я говорила, что не можно задним числом впроваджувати законы, это я сейчас подтверждаю как аудитор. Так вот наши все молодые еврооптимисты, можно начать проверку с них, потому что за 15 лет они все ездили по грантам в разные страны, за них сплачивали перелет, гостиницу и проживание. Сгідно с этого закону, они должны поднять все суммы перелетов, все суммы гостиниц, все суммы утримания, показать, как доходить, сплатить податки. Каждый. И я думаю, что для Назыка там есть очень интересное направление. Правится ли кто-то с этим валом потом взаимных обвинений? Я так понимаю, что копать друг на друга сейчас будут еще большие силы. Александр, вы просили слово. Очень просто. Одну фразу. Проверяты будут кожнув. Сегодня дискуссия, которая поднялась в обществе, очень проста. Весь цивилизованный мир сдает декларации все. Без исключения. Все без исключения. Весь цивилизованный мир. Кроме пенсионеров. Кроме пенсионеров, абсолютно верно. У нас сейчас спустили всех собак на депутатов. Я не оправдываю сейчас депутатов, потому что, безусловно, многие депутаты по всем каденциям сидели в нашем парламенте. Но для того, чтобы снять все вопросы, обвинения, кто на какие гранты живет, кто откуда какие деньги берет, нужно сделать одну простую вещь. Немножко изменить закон, который подал Деревянка, и коллективно подать на то, чтобы все люди Украины декларировали свои налоги. Это все просто. Александр, а вы как считаете, нужно заставить всех украинцев заниматься декларированием своих доходов? Знаете, я думаю, что из вот этой жаркой дискуссии, которая есть здесь, и студия, и телезрители, примут одно решение. И они будут на 100% правы. Что этот парламент надо разогнать. И я думаю, что это мы каплин прав, который только что это говорил. Больше 50% людей не с полной адекватностью. А теперь, если по декларациям. Тот вопрос, который вы задали. Первое. Конечно, нельзя считать эту декларацию нулевой декларацией. Нельзя считать. То есть должна быть проведена проверка, заплачены ли с этих денег налоги, или не заплачены ли с этих денег налоги. Почему это важнейший вопрос? Потому что огромное количество людей, которые называют себя активистами, такая вот новая у нас есть профессия, антикоррупционерами. 2-3 года назад еще вокруг парламента стреляли по 10 гривен на сигареты. А сегодня задекларировали какие-то миллионы, десятки миллионов долларов. Если 2,5 года назад провели люстрацию, выгнали всех страшных коррупционеров, но нас же люстрацию провели, она коснулась больше миллиона человек, откуда тогда вот этих вот кристально чистых и честных людей, которые пришли в последнее время, оказались, я же говорю, миллионы, какие-то миллиарды, яхты и все остальное на свете. Но может быть, Кирилл Куликов, как вы считаете, возможно, у нас процесс люстрации, в принципе, еще и не начинался тогда, если считать все эти электронные декларации? Я думаю, что у нас начался процесс вычищения больше профессионалов из власти, но не об этом речь. Я хочу вернуться к вашему вопросу, сможет ли власть бросить какой-то информационный повод. Да не надо бросать повод. У нас в стране война идет. Нас каждый день предупреждают, предупреждают, что на границах накапливаются Таманские, Кантемировские и прочие-прочие дивизии. И меня пугает то, что в определенный момент, когда у народа прорвет терпение, власть может воспользоваться этим рычагом, и у нас начнется наиболее серьезная кампания. А это люди, это бойцы, которые гибнут, которым есть задекларировать две руки, две ноги и свою семью. Еще одно хотел сказать, что Карасеву хотел сказать, что у нас работает фондовый рынок. У нас, например, президент заработал на фондовом рынке на ОГЗ 50 миллионов долларов. Я считаю, что это прекрасный пример. Сергей Рудик, Сергей, вот только что прозвучала идея перевыбора. Можно ли быть уверенным, что депутаты следующего, гипотетически, там, собрания, да, созыва, не будут подавать декларации на такие миллионы, а будут же только на зарплату? Как вы считаете? Можно я скажу вам? Вы же не Сергей, а Александр. Я вам скажу. Нет, нельзя. Александр, извините. Суновные коллеги, ну, смотрите. У Сергея будет обидно, он еще ни разу не выступал. Парламент, я, до речи, народный депутат першого склика. Вы резюмируете его выступление. В политике с 90-х и в государственной службе тоже с 90-х и с 96-го года. Я двуче очолю Овцовы, центральные органы, выполнительную власть. С интервала в 10 лет. В 10 лет я был заммера Киева. Я выступал в Стримбуде, генеральной ассаблее ООН. Я видел очень много впливовых людей в мире, но даже я шокованный тем, что узнался про многих своих коллег. Но это, извините меня, эмоции. Что сделать так, чтобы эти эмоции трансформировать в практические кроки, для которых общество понимает? Что общество пережило и где-то в какой час будет переживаться? Первое, это сделать нулевую декларацию для предприятий, для предприятий, для чиновников, всех. Никакой нулевой декларации. Нам нужно помогать НАЗК, всем органам, которые созданы антикорупционными, как парламентарям, потому что это наш парламент. Попри все, что в наших многих коллегах есть много миллионов и статков, наш парламент принял этот очень сложный закон, который сейчас открыл всю правду. Он не мог не принять. Третий, шановные выборцы, я считаю, что для вас должны быть три основных документа, которые вы должны посмотреть, перед любыми черговыми или позачерговыми выборами. Это первое. Это декларация. И эта ситуация, это квантовый прорыв. Вы должны смотреть, как бы вам это хотелось, не хотелось. Дает вам кандидат 500 грн, или не дает, или просто говорит, что он честно и порядок, не опозиционный политик. Дивите его декларацию. Бажано, смотрите, за несколько лет декларацию, возможно, начинайте с этой. Когда будут выборы, никто не знает, знает один Бог. Может, они будут и в 2019 году, как сгодно по закону. Чего никто сейчас не знает. Другой, смотрите в его передвиборчую программу, которую он делал на предыдущих выборах, а также, если мы говорим о депутатах, и третье, не полинайтесь заглядать час от часа на его персональную строчку на сайте Верховной Рады Украины. Смотрите, это нудно, но посмотрите, сколько заплатил, сколько законопроектов зарегистрировал, сколько они... Как вы ведете, и тогда вам станет много на что-то понятно. Николай Скорьев, я хотел бы вам дать слово, потому что вы как-то это сейчас промолчали, а мы уже скоро уходим на перерыв. Вы знаете, я так... Действительно, настолько жаркая дискуссия и настолько выводы, которые, допустим, для меня, я думаю, что для большинства граждан Украины. Власть полностью себя дискредитировала на всех уровнях. И для любого простого человека в Украине, для всего международного сообщества, у которого мы постоянно клянчим миллиарды на то, чтобы выжить, я думаю, что стала видна сущность украинской власти. Я думаю, что в этой ситуации однозначно единственный выход это перевыборы, причем масштабные перевыборы. Я думаю, что власть будет делать все от нее зависящее для того, чтобы такими информационными поводами как-то пытаться отвлечь внимание и международного сообщества, и украинского общества от того, что происходит в Украине. То такое систематичное и последовательное давление на оппозицию, оно продолжается на всех уровнях. И это один из таких элементов и шагов, направленных на отвлечение внимания общества от реальных проблем и от реальных преступлений власти. Я думаю, что очень действительно вот мой коллега Александр Вилкул сказал очень ключевую вещь. Вот те люди, которые с кристально чистыми лицами пытались рассказывать о том, какие они кристально чистые, а сейчас декларируют миллионы, которые просто теоретически не могли ниоткуда взяться, потому что они могут взяться, либо вы заплатили налоги, либо у вас есть подарки, и эти подарки нужно показать. Третьего никакого. Либо это НЛО прилетели из космоса, тогда так и напишите. Человек один написал, что ему там подарок подавил Святой Николай. Я снова задамся вопросом, насколько общество готово это все проглотить. Александра Решмедилова, вам слово. Как считаете, вот этот скандал, он может спровоцировать рост и качественное изменение протестных настроений в стране? В первую очередь, когда мы говорим о росте преступности, он напрямую связан с уровнем бедности в стране. То есть до тех пор, пока украинцы будут тотально бедными, до тех пор у нас будет эта тенденция однозначная. Тут как раз надо задумываться о том, когда у нас такой разрыв. Следующий момент. Хотелось бы отметить, что у нас есть налицо глобальная тенденция некомпетентности у многих органов, когда они заявляют какие-то вещи. Давайте рассмотрим ситуацию с тем же Новинским. Генеральный прокурор подает о снятии неприкосновенности. Он на сегодняшний день по упрощенной системе, он ИО. И он просто не может этого делать, потому что у него нет полномочий. И такие вещи не проговариваются. С сентября месяца есть изменения в Конституции. Следующий момент. Давайте посмотрим, какие имиджевые составляющие для Украины. Мировое сообщество. Вы думаете, мы только сами бурлим внутри государства? Я только сейчас из Эстонии. Поверьте, Прибалтика возмущена, мир возмущен, МВФ будет к нам приезжать, просить у нас кредиты, а не мы у них. И это однозначно тенденция крайне негативная. Что с этим делать? Не будет ли по отношению к Украине санкции вот в таких вопросах, когда мы вопиюще нарушаем? И опять, когда этот парламент проводит действительно реформа, ну, это реформа. Но с другой стороны, это не ваша инициатива, это вас заставили это сделать. Это одно из, опять-таки, навязываемых условий. Да, слава Богу, удалось его проголосовать. Когда мы будем готовы, наши парламентарии сами будут инициировать такие, ну, как бы, реформы. У нас реформы навязываются, и это не говорит о том, что сами парламентарии не доходят еще по уровню к такому. И последний момент. То есть очищение по принуждению, грубо говоря. что украинцы должны интересоваться информацией, да, о своих там, кандидатах, депутатах, тогда не голосуйте избирательное законодательство, в котором есть сокращение информации о кандидате. Тогда ты приходишь на избирательный участок, у тебя три строчки о кандидате. Это какая колоссальная работа, ложится на плечи каждого украинца, узнать, чем вы живете, как заглянуть в вашу декларацию, сколько вы проголосовали, а когда вы так будете интересоваться об украинцах. Уж слишком много ответственности на простом украинце и совершенно малой ответственности на обычном законодательном органе. Ну, как минимум. Давайте эти вещи позже не забываем. Спасибо, Александр. Как я и предполагал, вы, в общем-то, и подвели некую черту в первой части нашей программы и затронули очень важные вопросы, которые мы запланировали обсудить во второй части. Вот, например, вы сказали об МВФ, наверное, самый популярный анекдот, который родили украинцы сразу после прочтения первых электронных деклараций, что, изучив их, эксперты МВФ решили просить кредит у украинских чиновников и политиков. Что теперь будем делать с международными институциями, без которых многие, как многие говорят, нам просто не прожить? Разберемся. Уже через несколько минут вы обязательно дождетесь, я знаю. Это «Черное зеркало». Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Если в первой части нашей программы мы в основном говорили о прошлом, о нажитых честно или не честно миллионах, которые задекларировали нашей политики, то и чиновники, то в следующем часе мы будем говорить о будущем нашей страны. Какое оно будет у нас с вами? На этой неделе Кабмин вернул в Верховную Раду дополненный, переработанный проект государственного бюджета. Документ очень непростой. Количество дыр финансовых в нем, в общем-то, не уменьшилось. Не внес, но, по крайней мере, министра сегодня меня поправляет. Извините, но, по крайней мере, министра вам сегодня рассказывали, кто сколько в Украине будет получать уже с Нового года. Сейчас разберемся, кстати, насколько могут вырасти ваши зарплаты и насколько это реально. Ведь до сих пор, по крайней мере, журналисты не разобрались, где в правительстве решили найти деньги хотя бы на повышение минималки до уровня в 3200. На фоне первого часа разговора и скандала вокруг Е-декларирования очень интересно понять, как нам теперь сотрудничать с Международным валютным фондом, насколько усложнится этот процесс, да и вообще сотрудничество с другими западными донорами страны. Ведь на кону стоят очень большие деньги. Для того, чтобы выжить в 2017-м, Украине нужно сорвать большой куш. Сразу начну с финансовых дыр в бюджете 2017, о которых я упомянул в приветствии. И сразу же вспомню, но если не скандальное, то громкое обещание фракции БПП проголосовать хотя бы в первом чтении за скандальный закон о спецконфискации, которым Народный фронт предлагает эти дыры и заполнять. Сергей или вы, Владислав, кто хочет подробнее рассказать? Давайте микрофон. Катрин, помогите, пожалуйста. Дайте микрофон Владиславу. А у него будет интересующий текст. Вы знаете, я, напевно, отношусь до той когорты депутатов, який жодного разу не проголосовал за это решение. И поясню, чему. Я бы разделил тут два момента. Политичный и юридичный. С точки зрения политического, я вважаю, что в сессийной зале не найдется практически ни одного народного депутата, который скажет, что мы должны быть вернуты деньги, которые нажатяты режимом Януковича в Украине. Но, возможно, только люди, которые связаны каким-то образом с оппозиционным блоком. Но, с точки зрения юридичного, у меня в руках сейчас есть висновок нашего комитета, я членом комитета с вопросом правовой политики и правосудия, который является профильным в данном разе. И это сюрпризная реальная вещь. Потому что здесь, например, четыре страницы висновка комитета, где рассказывается о том, что закон является недолугой, закон является дефектным по своей природе, но комитет... Я дозволю зачитать себе. И десять страниц, насправді, висновка Головного науково-экспортного управления про то, что этот закон должен быть вернутым на доопрацение. Там десять страниц, почему за этот закон голосовать нельзя? Но, дозвольте, я зачитаю. Головное науково-экспортное управление Аппарат Верховной Ради Украины висловит ряд зауважений до положения законопроекта, вважает за доцельный за результатами розгляду в первом читании проекта закону повернуть субъекту законодавчої инициативы на доопрацение. На подставе Вищевикладного Комитет з питань правово-політики та правосуддя вирішив рекомендувати Верховній Раді Украины проект закону «Такий-то, такий-то», поданный Кабинетом Міністрів Украины за результатами розгляду в первом читании прийняти за условием. Вам не кажется, что это из рубрики «Полный грех?» А скажите за европейский лист, листа Европейской комиссии? Тут важливо для розумения. Ви знаете, закон містить норми матеріального права і норми процесуального права. Так вот, як юрист, бо якщо ми будемо, наприклад, говорити про гроші, так, дійсно, ми маємо повернути і це той актив, який ми вже могли б зробити. Але якщо ми будемо говорити про ті ж самі цінні папери, у нас є корпоративні цінні папери, боргові цінні папери, похідні, це так, дуже умовно. У нас є, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери згідно нашого законодавства. І якщо ми проголосували в тому читанні, яким він зараз є, ми, наприклад, відкривали ми люфт для легалізації оборудки з вуглеводнями, певними там, до яких дотичень один із депутатів, який входить зараз в коаліцію. Владислав, український народ і особливо український бізнес боїться, боїться цього законопроекту не із-за питання по вуглеводням. Вони бояться, що бізнес за кошмарять у нас в країні. Я кажу про інші речі. Там є дуже багато. Він є дефектний з самого початку. А европейського? Можна европейського? Він є, там дуже широкі поняття, наприклад, номінального власника. Формально кожен тут з присутніх може стати номінальним власником. І потім на нас буде доказування, що це ми винні, і що це ми маємо повертатися до нового. Дмитрий, Владислав, дякую. Дмитрий, із законопроекту вбрали? Його взагалі хтось перерабував? А тут іші злі ті положення, по яким можна на сьогоднішній день відбирати імущество у будь-якого чоловіка? Тобто по-прежнєму у нас триває ці можливості. Дозвольте, 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 я поясню. Друзі, ну до мене звернувся, можливо, дозвольте. Ми ж не в сесійній залі. Це вже п'ятий. Це вже п'ята спроба. До речі, кількості люди би хотіли скоротити в Верховну Раду. Це вже п'ята спроба внести цей законопроект урядовий. Так, дійсно, там забрали деякі моменти, які можна вважати, напевно, позитивними. Що стосується відповідальності третіх осіб, наприклад. Але, безперечно, що і далі він залишається таким, що, в принципі, в людей можуть... Крім цього, там не написано слово Янукович. Щоб ви просто люди правильно це зрозуміли. Так, він далі буде використовуватися. І там вину людини, без доведення її вини, вона може, власне, і втратити те, що залишило. До речі, мене дивують, тому що ініціатори завжди проводять приклад Грузії, де конфісковували будинки, закордонні рахунки. Друзі, а ви, взагалі, законопроект читали? Там вилучені корпоративні права, будинки, яхти, машини, вилучено. Цього не можна. Закордонні рахунки неможливо, тому що апеляційний суд, таки це приймає рішення тільки за місцем. От висновок нашого комітету. Наш комітет з питань запобігання і протидії корупції цього тижня засідав і розглядав його, тому що ми розглядаємо всі закони на корупційну геність. Я вам просто зацитую, що більшість голосів підтримало визнати цей законопроект такий, як не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Дмитрий, ну ви неоднократно говорили, що народному фронту кров'їзнасу треба прийняти. Я поясню, чому. Тому що якраз Владислав почав пояснювати по деяких прикладах. Цих прикладах є багато. Це називається законопроект щодо тих, хто хоче награбувати награбованих. Розумієте? Або вже награбував. Або вже це зробив, як це сталося, звісно, нафтопродуктами Курченка, до яких один з ініціаторів Пашинських разом з Тишенко має пряме відносин. Тобто стегалізувати те, що... Дивіться, вони розповідають приклад Латвії. Але вони забувають одне сказати. В Латвії їх забрали як безхозні гроші. І в нас це так можуть зробити. Нас можуть викликати власників цих грошей. Друзі, нас можуть викликати власників цих грошей. Вікторія, можна я закінчити? Власників цих грошей. Вони не приїдуть, бо їх арештують. Визнати їх безхозними, зарахувати в державний бюджет. Це простий шлях. Але ініціатори цікавять інші норми в цьому законі. Це є ключовим моментом в Верховній Раді. Чому частина самої коаліції не голосує? За нього в основному правники, які розуміють, не вігла. Дуже проста ремарка. Насправді, спеціальна конфіскація. Інстатут конфіскації, він у нас вже існує. Чому вводиться нове поняття і новий інструмент? Тому що, насправді, наші правоохоронні органи, вибачте, імпотентні в питанні того, щоб повернути награбований за часів Януковича назад людям. Тому через парламент намагаються протягнути ті норми, які би дозволили зробити ту роботу, яку мали би виконувати якраз правоохоронні органи. І з цього приводу я хочу сказати наступне. Давайте вже нарешті, включимо його в порядок денний, давайте вже нарешті його проголосуємо і заберемо його в парламент. І допрацюємо його! Якщо допрацюєте... Да, Владислав, дуже коротко только, пожалуйста. У нас якраз і пропонувалось зазначене рішення. На жаль, мої колеги по комітету не підтримували, щоб його повернути в парламент, точніше, якщо він не буде проголосований в першому читанні, створити на базі правового комітету групу справників, бо ми там всі правники, які б напрацювали б зазначений законопроект і внесли в допрацюваний законопроект. Я все равно не можу зрозуміти, то ви говорите, що є законні речі, щоб виробити ті люди. То ви говорите, що закон все таки нужен? Во-перше, його некоректно називати закон про спецконфіскацію. Тому що це взагалі... У нас є уже насправді спецконфіскація, у нас є конфіскація. Цілий інститут спецконфіскації. А то це є вже десятки роки. Тому його взагалі так некоректно називати. Радислав, у мене короткий вопрос. Ви проголосуєте за или нет? Якщо він буде... Наша фракція не приймала рішення з цього приводу, немає остаточного рішення. Я можу говорити тільки про себе. Я за такий законопроект не проголосую. Сергій Рудик, а якщо вам на засіданні фракції скажуть, за голосування по бюджету Народного фронту ми голосуємо за закон о спецконфіскації. Я зараз почну відключати микрофони. Ви голосуємо за закон о спецконфіскації. Ваші действия. Такой договорняк возможен? Що знаю я, а я не юрист. Але це не зменшує моїх заслуг як політика. Ключовим пунктом, який викликав бурю емоцій в залі, був не то, про що зараз казав мій колега як юрист, він можливо знає багато більше. Пунктом стосувалося, що майно до рішення суду можна забрати у будь-якого громадянина в будь-який час. Продати. Продати, зробити з ним все все завгодно. І цей пункт викликав більше всього заперечень. Але минулого тижня Міністерство юстиції України запевнило, поки що устно, що буде внесено під час голосування, коли це питання буде внесено в порядок денний, з голосу зміна, яка зніме ці питання, де буде прописано зі слів, звучить так, на момент голосування цього закону, воно діє по відношенню до всіх, по відношенню до кого вже висловлена підозра. І цей пункт зніме дуже багато зауважень, і тоді, не будучи знову ж таки таким юристом як Владислав, я вважаю, що воно зніме ну дуже велику кількість запитань. Александра і Варислав. Я дуже коротко нагадаю, пам'ятайте, я розповідала, що цей законопроект був вже в парламенті, і його допрацьовував… Уже п'ято його пришествие. Цей законопроект допрацьовував комітет пана Кожемякіна. І вони знайшли таку редакцію, але тоді вона не відображала інтерес деяких колег з коаліції. Він направив листа до Європейської комісії, і ми отримали відповідь. Вони написали, що цей закон не можна приймати, він не відповідає угоді з Європейським Союзом, що є достатньо інструментів на виконання тих рішень, які затекларував уряд по спецконфіскації. Дякую. Я хочу додобавити одну цитату. Виставка з листа відповіді, підписаного послом ЄС в Україні. Хьюго Мінгарелі. В контексті судової реформи, яка триває, прийняття нинішнього проєкту про конфіскацію в цивільно-правовому порядку в Україні не є бажаним. Ми рекомендуємо Україні зосередитись на імплементації існуючих законодавчих актів, прийнятих в рамках процесу лібералізації візорежиму, а не створювати ще одну процедуру. Переважу на русський язик. Нам сказали, ні, но. Сейчас происходит обычный договорняк. То, что сейчас никто не говорит. Шантажируют народный фронт БПП тем, что если они не проголосуют за спецконфискацию, то они не голосуют тогда за бюджет. И это фактически ультиматум не только БПП, но и всему народу Украины. Тогда у меня один вопрос. А как же знаменитая мантра? Если бюджет не примут, как мы будем армию наполнять? И Путин же нападет. В конце концов, тогда что ж плевать? АПЛОДИСМЕНТЫ Это не правда, потому что народный фронт голосовал в первом читании за проект бюджета. Я маю свои ставки. У меня есть. Не надо. Правда. Ну правда. Не надо, Сергей. Было правым кастом сказано. Сергей Сергеевич, на первые брачные голоси. Всегда нужно сказать своё было. Не давай. Все смеются. Все знают это. У нас во-первых второе чтение будет принципиально отличаться от первого. Примерно непонятно зачем было голосовать за первое, если будет такое второе. Это так на секундочку. Это так на секундочку. Потому что никакой корреляции между ними практически нет. Будет. Это раз. Второе. Давайте так, буквально несколько пунктов. Первое. Прошло три года, и я думаю, что вне зависимости от фамилии, если человек виноват, должны были появиться доказательства. Если за три года невозможно ничего сделать, то возникает вопрос, как этот вопрос расследуется. Второе. Насколько я понимаю, этот закон затевался из-за определенного объема облигаций внутреннего государственного займа, которые находятся в государственных банках. Речь о том, чтобы на сумму этих облигаций сократить государственный долг, как, наверное, надо было бы сделать, речь совершенно не идет. А речь идет о том, чтобы эти облигации каким-то образом перепродать. И, наконец, третье. Сергей сказал очень правильную вещь. Если перевести этот закон на понятные для зрителей слова, то речь идет о том, что у человека, которого в чем-то подозревают, могут забрать имущество, продать его. И даже если его потом судом признали невиновным, это имущество к нему не возвращается, а, может быть, когда-нибудь ему дадут какую-то компенсацию. Это противоречит Конституции, это противоречит здравому смыслу и всему остальному. О чем мы спорим вообще? Сергей. Проблема не в том, что этот закон дефектный в частине норм материального или профессионального права. Проблема не в том, что этот закон позволит избавиться ответственности за вкраденние миллиарды или сотни миллионов автопродуктов Курченко. Проблема абсолютно не в том, что мы вместе с вами не получаем сильного инструмента для того, чтобы вернуться на грабование. Проблема в другом. В нашей политике есть народный фронт. Я официально хочу заявить, я думаю, что эту позицию подделяют десятки миллионов украинцев. Это партия грабежников, это партия рейдеров. И эта партия, эта команда Яценюка после Майдана имела надзвичайные возможности наводить порядок в стране и вернуться на грабование. Но они занимались рейдерством и взбогатились. И провели надзвичайно много кампаний и потрапили в парламент. Сегодня проблема в том, что делать с народным фронтом. И я скажу, что мы приняли на черговой политраде решение Социально-демократичной партии, что мы кидаем выход в этой политической силе. Мы подготовили позов к суду. И под этим позовом будем собирать подписи по всей стране. В каждом районе, в каждом городе, в городе Киеве. Миллион, два, три, пять, десять миллионов. Будем проводить акции против протеста. Сергей, я хочу вам пообещать, что как только соберете, принесете, все покажем. Спасибо. Мы тривали час будем боротися и переможем и забронить компартию. Сейчас у меня вопрос к Евгению Копенусову, заместителю министра финансов Украины. Евгений, скажите, пожалуйста, а зачем вносить в проект государственного бюджета средства, вокруг которых так много споров, и не факт, что этот законопроект будет принят в ближайшие хотя бы полгода, даже год? Это же заведомая дыра в бюджете 2017. Я хотел бы спочатку трошки зробить уточнение, оскільки наведені факты не совсем не отвечают действиям. На сегодня эти деньги, которые были в облигации, до конца года будут погашены, это будут реальные деньги, которые будут на реальных рахунках. И на сегодня, как раз на наше переконание, эта дискуссия тривает уже не первый год, и она должна все-таки завершиться с приняттем соответствующего акта. На сегодня большинство все-таки переконанных в том, что эти деньги должны быть направлены в государственный бюджет и направлены на реальные ресурсы. Я не переконанный, что тут кто-то, один из народных депутатов, вважает, что он не позволит эти деньги просто-напросто взять и вывезти. Все переконаны в том, что их все-таки нужно спрямовать в государственный бюджет. Да и я с этим согласен, но не такими же силами усилий, и не такими. На сегодня я как раз працювала Министерство юстиции, народные депутаты, и другие, над тем, чтобы все-таки принять этот законопроект, и чтобы это были реальные деньги, которые будут спрямованы в государственный бюджет, без никаких продажей, без ничего, а просто... А если короткое, то можно, Александр Радан. Мы задавали их Министру финансов и вам задавали, каким образом 1,5 млрд облигаций будет зараховано в бюджет? Все начинали... Ну, мы и... Питание было одно. Перепрошу, не придумайте, их не можно передать в бюджет. Их можно погасить и уменьшить на эту сумму державный борг. Точка. А вы хитрите, начинайте говорить. Я бы еще раз хотел нагласить, что до конца года эти деньги будут уже проданы с деспондом. Они давно проданы с деспондом, и мы не должны перекручивать их фазы. И мы увидели, какая доходность по декларации президента. Доходность, яка, 50 млн только на том, что курс нас здесь сделали бедными, а он получил 50 млн не только на том, что курс падал. А сегодня, я еще раз повторю, до конца года это будут реальные деньги государственных банков. Кроме вот этих денег, ну пока для меня все-таки мифических, Александра, вы мне мешаете. Сколько еще дыр остается в бюджете на следующий год? Грубо говоря, без помощи Запада нам удастся прожить 2017 год без каких-либо больших потрясений. Я хотел бы зазначити, что на сегодня государственные бюджеты сформированы в рамках того прогноза и дефицита, который был погоджен международным валютным фондом. Это 3% и, соответственно, это деньги, которые мы планируем залучить. Водночас, залучение международных денег не является самосильным для того, чтобы обеспечить финансирование тех или иных выдатков государственного бюджета. Залучение – это, первое за все, подтверждение нашей инвестиционной привабливости и возможности залучения других ресурсов, как развитие бизнеса, инвестиционных программ и других вещей. Поэтому для нас взаимодействие с международным валютным фондом – это фактор того, что Украина развивается, проводит реформы и является привабливой для международного бюджета. С вами о Западе и не только в плане экономической поддержки, но и вообще большой геополитики. Сейчас остановимся очень подробно. Все мы ждем события, главного события этого года, не побоюсь этого слова, выборов в Соединенных Штатах Америки. Они состоятся уже менее чем через 4 дня. Очень многие эксперты и вы, и вы, политики, говорите о том, что это решение может быть судьбоносным и для Украины в том числе, и очень решающим для нас. Мой коллега Дмитрий Анопченко работает в Вашингтоне, вообще во всех Соединенных Штатах. Не покладая рук, Дима следит за этой избирательной гонкой. Она очень интересна в этом году, Дим, согласись. Ну, давай начнем, наверное, с последних новостей. Какая сейчас ситуация? Хиллари и Трамп идут вот просто на бреющем полете. По-моему, уже даже отгоняют друг друга, да, там, с интервалом в один день. Кто лидирует сейчас на этот момент? Ну, на самом деле, компания действительно очень интересная. И если бы мы спросили, вот сегодня Хиллари или Трампа, кто лидирует, то, вот честно говоря, они бы затруднились с ответом на этот вопрос. Ну, конечно, на камеру бы сказали, я впереди, вот вам социология. Но дело в том, что в этой компании на социологию невозможно ориентироваться в принципе. Вот я свежие цифры принес, ты спросил, кто лидирует. Ну, окей, есть социология. К примеру, есть ABC News. Они сегодня посчитали, что вот у Хиллари оторвалась от Трампа на 3%, у нее 47%, а у Трампа 44%. В это же время точно такой же опрос проводит Лос-Анджелес Таймс. Так они говорят, нет, тут Трамп лидирует, лидирует на 5%, у него 47,5%, а у Хиллари, соответственно, 42,5%. Ну, разумеется, у зрителей, у гостей в студии тут же возникает вопрос, знаете, такой украинский, классический. Ну, а кто мухлюет, кто неправ? Дело в том, что правы и неправы, все одновременно, очень сильно эти цифры зависят от того, как считать, как задавать вопрос. Предлагают ли людям выбрать из Хиллари или Трампа или дают список из всех кандидатов. Давайте не забывать, там будут еще независимые. Я веду к тому, что в этой кампании на цифры, на рейтинги, которые так часто приводят украинские СМИ, которые явно и твои гости сейчас будут обсуждать, ориентироваться невозможно в принципе. Ну и давайте не забывать, что Соединенные Штаты это как раз та страна, где можно выиграть по цифрам, выиграть по количеству голосов, которые за тебя отдали избиратели, но не стать президентом. Потому что ты не в правильных штатах победил. Ну вот сегодня, кстати, говорил с политологами, тоже мне сказали, есть такая возможность, что Трамп, допустим, может и победить по количеству голосов, но все-таки не набрать количество голосов выборщиков. Суммируя, хочу сказать, что все-таки давайте не ориентироваться на цифры рейтингов и давайте не ориентироваться на те мелкие события, которым здесь в Украине придают такое внимание. Ну вот, знаете, мне наша редакторская группа тоже на днях прислала, мол, о боже, какое событие, обрати внимание. Трамп сказал о том, что он уже приглашает гостей на мероприятия по случаю своей победы. Давайте понимать, что это Америка, и Трамп уже приглашает гостей на мероприятия по случаю победы, и Хиллари уже организовала и проплатила, что самое интересное, фейерверк над Гудзоном. Делают они только это потому, что, ну, это Америка, даже если ты кандидат в президенты, нужно все делать заранее. Ну, в крайнем случае назовет этот фейерверк печальным и слезами после поражения. Дим, другой мой вопрос. Мы обязательно про выборы, и будем еще с тобой очень детально об этом говорить в подробностях недели. В воскресенье, это я для зрителей анонс такой делаю. Дим, другой мой вопрос. Украинские эксперты уже, ну, просто-таки с пеной у рта, они первый месяц, если не год, спорят, кто для Америки лучше, ой, кто для Украины из американских президентов лучше. У меня такой вопрос. Насколько справедлива такая постановка вопроса? Насколько меняется американская политика с приходом нового кабинета в Белый дом? Леш, ты тут прав абсолютно. Так вопрос ставить невозможно абсолютно, потому что вот эти месяцы, в принципе, всю предвыборную гонку я в Соединенных Штатах общаюсь со многими людьми, в том числе и с журналистами, которые работают в пуле кандидатов в президенты, с ними делятся информацией. Я могу сказать абсолютно достоверно, что, в принципе, так вопрос ставить нельзя. Только потому, что давайте понимать, что президент это действительно человек, который определяет, ну, и новый президент будет определять внешнюю политику. Президент это человек, от которого зависит решение, к примеру, дадут ли Украине летальное оружие. Но, тем не менее, давайте вот честно говорить, что что при Трампе, что при Хиллари, как не будут закрывать глаза на то, что Украина обещает реформы и не выполняет свои обещания, это будет происходить. Что при Трампе, что при Хиллари, и госсекретарь, и госдеп, что при республиканцах, что при демократах, как будет требовать от Украины борьбы с коррупцией, так и, ну, будет происходить то же самое, что происходило сейчас. С другой стороны, тут тоже важно об этом говорить, вот в Америке есть такая государственная машина, кто водит, тот меня поймет. Знаете, когда ты ведешь на скользкой дороге, и вдруг у тебя колеса заносят, то включается антипробуксовочная система, ну, где колеса подправит, новые модели уже и руль тебе подправит. То же самое здесь. Американская государственная машина, это такая антипробуксовочная система. Если тот, кто у руля, если президент слишком резко крутит руль, то Конгресс это все, ну, достаточно сильно так сдерживает. И вот сейчас есть и на рассмотрении Конгресса, так называемый Act of Standing of Support, документ, который не позволит новому президенту, кто бы им ни стал, Трамп или Хиллари, отменять санкции против России, если на то не даст согласие Конгресс. И то же самое бюджет, в том числе и военный бюджет, помощь Украине, все это рассматривается в Конгрессе. Поэтому, конечно, да, мы будем присматриваться к тому, ну, это действительно важно, многое в Америке изменится, многое, но не все. Хорошо, Дима, спасибо, понятно. До встречи в прямом эфире в подробностях недели. А пока благодарю тебя за работу. Это был Дмитрий Ановченко, мой коллега работает в Соединенных Штатах Америки. Но, кстати, вот можно было понять, что от переменными слогами их может ничего и не измениться. С другой стороны, Байден уже сказал, что он точно уйдет, даже если Хиллари побеждает. Байден – это человек, которого с нашим политикой связывают все-таки личные обязательства. Что-то изменится для Украины с уходом Байдена? Вадим, затем Гарту. Ну, изменится. Но я бы не говорил, что это будут какие-то кардинальные изменения. Почему? В Америке президент не глава государства. Это глава исполнительной власти. Это надо различать. Во-вторых, в американской президентской системе главный Конгресс. Конгресс, а не президент, кажется. Да, потому что нет, потому что Конгресс принимает... Нет, нет, подожди, нет, ничего подобного. Президентская республика, но главное в этой президентской республике Конгресс, две палаты, потому что они принимают закон, а исполнительный властик выполняет. Но если кому-то надо, почитайте классику политологическую. Противовесы там сильные. Правильно, противовесы. Читайте, ну, это не значит, что президент там не будет. Шугарс Керри, известная книга, президентские системы. Ну, пожалуйста. Самая известная американская конституция. Это первый-второй курсу поддержки политологии. Все-таки, да. Боятся нам Трампа, как мы не встречаем? Если говорить о победе Клинтон, то будет какая-то преемственность политики по отношению к Украине. Это не значит, что Клинтон даст нам летальное оружие автоматически. Но какая-то преемственность останется. Потому что администрация демократическая, демократическая партия. Если будет Трампа, победа Трампа, значит этой преемственности не будет. Тут надо ожидать, какие-то неожиданности могут быть. Надо будет готовиться к этим неожиданностям. Андрей Артеменко. Революцию делают медиа, и выборы в Штатах делают тоже сейчас медиа. Если бы кто-нибудь нам год назад сказал о том, что Трамп будет серьезным кандидатом от республиканской партии, никто в жизни не поверил бы. Да не поверил бы лично я, хорошо знакомый с Америкой, как страной, с ее политиками, в частности, в том числе и с многими конгрессменами от республиканской партии, которые претендовали на это вакантное, безусловно, очень важное место. Вывод у меня такой. Мир изменился, потому что такой кандидат, как Трамп, который олицетворяет полную, в нашем понимании, в нашем понимании нашего медиа, полную нестабильность, какую-то вакханалию, чуть ли не пропутинского агента, а с другой стороны Хиллари, которая с точки зрения мирового истеблишмента, должна сохранить статус-кво, который присутствует в мире. Я вас убеждаю, что так не будет. Любой президент, то ли Хиллари, то ли Трамп, кого бы они избрали, прежде всего, будет проамериканский. Этот человек, или это она, или он, он будет принимать решения исключительно выгодные только Америке. Поэтому я ни в коем случае не поддерживаю коллег, которые сегодня уже осуждают Трампа во всех смертных ригах, и с другой стороны делают из Хиллари какую-то мать Терезу. Поэтому проамериканское, это очень коротко, я еще обещал зрителям обсудить бюджет, я все-таки верну вас всех отойти. Очень коротко, очень коротко. Виктория, садимый Сергей. В первую очередь, это командующий, и сам он, и никто его тут обмежать не может. Это та человек, которая может визначать политику. Что до членства НАТО. Это та человек, которая может визначать вообще загальную військовую политику и доктрину. Это та человек, которая будет говорить о том, что мы делаем с Украиной, что мы делаем с Россией, что мы поддерживаем Украину в войне с Россией, что мы делаем с Сирией. Окей, Виктория, да, вы подтверждаете важность этого выбора. Я понял, Сергей, короткая ремарка, да, всем даю короткого времени хорошую ремарку. Так же, как и в украинской политике, президент до дня выборов... Может говориться, что угодно? Это один человек. Президент после избрания, это другой человек. То ли это будет Хиллари, то ли это будет Трамп. Это будет президент всей Америки. Половина Америки имеет одну позицию принципиальную, там, геополитическую, политическую. Внутренне политическую. Вторая половина, как оказалось, принципиально другую. Все равно его позиция будет усреднена. Второе. Если вдруг побеждает Трамп, это будет холодный душ для украинского парламента, для украинского премьера, для украинского президента. Это будет значить, что нам необходимо максимально мобилизироваться и в середине страны искать, а не за океаном, те решения, которые для нас сегодня принципиальны. Я хотел подольше, потому что, чтобы люди поняли, в чем состоит американская избирательная система, она построена на том, чтобы не было сюрпризов. Потому что 538 выборщиков, я хочу привести пример, в 2000 году по электорату победил кандидат в президенты от демократической партии господин Гор. Он набрал порядка на 500 тысяч голосов больше, но система выборщиков в штате Флорида, они пересчитывали постоянно, 531 голос. Принцип такой, тот, кто побеждает в штате, он забирает всех выборщиков. Кирилл, вы просто отбирайте сейчас мой хребт. Дмитрий, мы об этом сегодня будем говорить в подробностях недели воскресенья. Одну вещь хочу сказать, для Украины совершенно все равно, кто победит, коллеги абсолютно правы. И Хиллари, и Трамп начнут заниматься практически вопросами Америки. Политика становится более изоляционисткой. И еще один вопрос. А кто запрещает Украине покупать летальное оружие? У нас что, эмбарго или нет? Мы просто хотим на халяву, может еще продать кому-то удастся. Тем более, в этом все есть вопрос. Алексей, я хочу пересфразировать одну фразу из кинофильма. Мне плевать, кто будет завтра президентом Америки. Главное, чтобы президенту Америки было не плевать на Украину. Это хорошо. Вы хорошо закончили эту тему. Спасибо. Давайте все-таки от отдаленных последствий выбора Америки вернемся к уже близким последствиям для Украины. От вашего законотворчества и от работы Министерства финансов. Я возвращаю вас всех на грешную землю про эту бюджет 2017. Скажите, пожалуйста, Евгений, расчеты, которые проводили всю, я так понимаю, всю последнюю неделю, наверное, и внепланово, и внеурочно работали в Министерстве финансов, нашли вы все-таки деньги на выплату минимальной зарплаты в среде 200 в следующем году? Я хотел бы начать с того, что Кабинет Министерства, внести законопроект на второе читание. И хотел бы зазначити также, что так как мы обещали, что мы поднимем до 300 в минимальную зарплату, Да нет, это мы вас заставили, профсоюзы вас заставили, а не вы обещали. Очередь заставивших слишком длинная серия. Нет, не нужно лукавить. Профсоюзы заставили правительство поднять минимальную заработную плату. Вышло 50 тысяч человек, сказали, что выйдут 300 тысяч, и вы подняли, вы заявили. Не лукавьте. Будьте тесны перед своими избирателями. За вашу поддержку. И поделаемся, что вы проголосуете. Это законопроект, в котором бы люди отримали належную заработную плату. Александра, а почему ваша полицила заявляет, что 3200 уже мало? Вы говорите о 4,5 тысяч. Нет, нет. У нас есть поданы... Александр Вилкул. А, я думала, вы думали? Вы потом будете это, извините. Думаю, у нас... Мы, конечно, приветствуем предложение правительства, которое они сейчас сделали о подъеме минимальной заработной платы до уровня 3200, особенно учитывая, что за несколько дней до этого предложения мы с капленным, как он только что правильно сказал, презентовали законопроект 4900 и 4900-1 на Комитете по социальной политике. Потому, конечно же, мы за, потому что это, по сути, было и наше предложение. Но есть очень серьезная опасность. На самом деле, мы не против, что там эту инициативу выдали за свою, какая разница, лишь бы была нормальной. Лишь бы деньги. Но, тем не менее, значит, очень опасно этот законопроект выдергивать из контекста пакета законопроектов, которые мы внесли. Что входит в этот пакет законопроектов? Первое. С подъемом минимальной заработной платы в два раза до уровня 3200. Должна быть поднята минимальная пенсия тоже в два раза. Почему? Потому, что тот вариант, который предложило правительство поднять всего-навсего на 10%, может сделать так при инфляции, что пенсионеры станут еще более нищи. Первое. Второе. Необходимо избавиться на 2017 год и дальше от этого пагубного, ну и просто преступного 15% налога на пенсии для работающих пенсионеров. Каникулы для малого бизнеса. Это второе. Третье. 4 миллиона человек, а может быть и больше, у нас работают в малом и среднем бизнесе. И просто автоматическое повышение минимальной заработной платы может дальше их повести в тень. Поэтому необходимо сделать пятилетние налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. И этот законопроект находится в парламенте на сегодняшний момент. Также нами внесен законопроект в этом же пакете о пене на просрочку по выплате заработной платы, пенсии и стипендии в день, правильно, и уголовная ответственность. Потому что у нас уже 2 миллиарда долгов по заработной плате, дальше некуда. И теперь и последнее. Откуда возьмутся деньги? Если деньги возьмутся просто с печатного станка, мы можем столкнуться с тем ужасом, который уже пережила Украина в 90-е годы с гиперинфляцией. Эти деньги должны быть обеспечены только производством. Наши украинские предприятия должны производить товар. Продавать на внутреннем рынке. Продавать на внешнем рынке на экспорт. Это должны быть деньги с производства. Поэтому просто выдергивать один законопроект о повышении минимальной заработной платы из контекста очень опасно. Необходимо принимать все законопроекты и по пенсии, и по новой индустриализации. Понятно, что у меня есть деньги на речи тоже. Александр, а так вы считаете? Вот 3200 безусловно это хорошо, это скажет любой украинец. Я сам за то, чтобы еще и больше, наверное, каждому дали. Но это повышение должно было быть простым увеличением в разы или постепенно. И будет больше, потому что мы будем давить, чтобы было 5, 7, 10. Сергей, я скоро начну вас просто выгонять из студии. Подождите, надо, чтобы правда было. Меня, наверное, сотни тысяч ваших сторонников осудят за это. Миллионы, какие сотни? Миллионы за нами. В стране столько скоро они останутся с вашими. Давайте неорганичными и не растекаться мыслью по древу. Первое. Коалиция будет вынуждена прислушиваться ко всем здравым мыслям. Звучат они откаплено, или они от вилку, или от бойки. От кого бы они ни звучали, все, что может наполнить бюджет сейчас, в данной ситуации нужно будет учитывать, потому что нужны будут голоса. Потому что действующая коалиция сама по себе нестабильна. Это первый момент. Потом, позвольте все-таки добавить несколько ремарок уже по двум вопросам, которые были подняты. Первое. И по США, и по спецконфискации. Многие моменты. Первое. У нас явно возникает вопрос по санкциям. Будут ли продлены санкции со стороны Америки, со стороны Европы. Вот я сейчас опять-таки повторяюсь. Из Европейского Союза. Что говорят там? Они говорят, что мы будем продлевать санкции. Но давайте вы посмотрите зеркально, что делает Украина. У нас здесь санкции опять-таки наши внутренние. Как мы их ведем? У нас санкционные списки попадают чаще всего не потому, что доказана вина какая-то, или причастность, или потому что говорили со спецконфискацией. А потому что это корпоративные войны. Допустим, рынок IT, компания Lucky Labs. Обвинил какой-нибудь конкурент, попадаешь в список. Докажи вину сначала. Европейцы говорят четко. Давайте вы будете. Первое. Уважайте право собственности. Второе. Должно быть верховенство закона над верховенством силы. Если этого не будет, то у вас тогда вместо того, что будет... Ну вот все время будет легче достать ствол, понимаете, и указывать на правду, чем доказать ее в суде. Почему со спецконфискацией такая ситуация? Потому что это бюрократическая процедура, она длительная, сдают нервы. Почему с ей декларированием такая ситуация? Потому что пока ты дождешься проверки всех этих, легче прийти и решить вопрос силой. Не должно быть такого. Пока в нашем демократическом государстве не будут уважаться демократические институты, мы не сделаем шаг эволюционно вперед. Это однозначно, это надо понимать. И вот тогда, когда это будет, тогда будет действительно прорыв. А до тех пор это только разговор. Спасибо. Но я все-таки продолжу допрашивать Евгению. Евгений, скажите нам, пожалуйста, все-таки, какие еще социальные выплаты, кроме минималки 3200, можно ожидать от кабинета министров в бюджете 2017? Мы еще две недели назад даже не подозревали, что вы зарплату будете увеличивать. Но вдруг вот завтра снова выйдет кто-то из правительства и скажет, а теперь пенсии. Выполните наши требования увеличить учителям до 5500. Убрать отчетного обложения пенсии. Убрать долога обложения пенсии. Вот у меня к вам простой вопрос. Учителя будут 5500 получать? Сергей, можно Евгений ответить на мой сложный? Хорошо, спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, я хотел бы поддерживать определенной мировой народных депутатов и отметить, что на самом деле Кабинет Министров принял проект закону и внес до другого читания с пакетом законопроектов, которые направлены на регулирование ряда вещей. Например, податковый кодекс, который будет направлен на спрощение ведения бизнеса, в частности, податковых наших вещей. Вот так меня сразу напрягает. Я понимаю, что это будет какая-то радость. Податковый кодекс, который будет направлен на определенную мировую наполнение государственного бюджета, который был согласен с представителями бизнеса. И в этом как раз податковом кодексе предотвращается много вещей, которые направлены на борьбу с коррупцией, такие как объединение, один реестр, ПДВ, другие вещи, которые дадут возможность развиваться нашему бизнесу, уменьшить тиск контролирующих органов на районном уровне и как раз расплатить податки. Но это мы еще проанализируем, Евгений, но заскрепили зубами сейчас пенсионеры, они же ждут от вас ответа, да или нет. Речи пенсии справді подвищаются на 10%. Но инфляция как раз у нас, как и означается в проекте государственного бюджета, и принятому Кабинетом Министров предотвращается на уровне 8%, пенсия рос на 10%. В одного часа премьер-министр зазначил, что на данном этапе Кабинет Министров працюет над возможностью інших речей, які б дали можливість підвищити пенсию, зокрема осучаснення. Коли буде найдено рішення, відповідно буде тоді приняты інші речі. Я понял, спасибо. Сергей Рудок, нет, ми продовжимо чуть позже с вами. Сергей Рудок, а тепер ви скажите, многие експерты говорят, що у минималка в 3200 може вызвати всплеск інфляції. Тогда заложниками остаются пенсионеры, у которых остаются їх крохи. За такой вариант, вот такого распределения социальных благ, будет голосовать ваша фракция при голосовании за бюджет в окончательном варианте? По-перше, я бы передостаріг говорити наперед про те, що буде інфляція, яка з'їсть заощадженням найбільш беднішим. Да, питання по пенсиям дуже важливое. Мені, як депутату, не подобається, що підвищення йде на 10%. Я дуже сподіваюся, що уряд, незважаючи на діру в пенсійному фонді, все рівно знайде механізм, як підвищити найбільш значиму суму для пенсионерів. Мене більше хвилюють, дивіться, ми дуже багато часу присвятили обговорення проєкту в бюджеті в першому читанні, і я, зокрема, в цій студії теж про це не раз говорив. Давайте порівняємо, що є в другому читанні, що є в першому. Перше, що я хотів би звернути увагу. Якщо про це так само говорив представник уряду, здається, ви про це і говорили нам в опередній засіданні. Бачите, вже засідання, ми називаємо нашою студією засіданням. Про те, що тарифна сідка для першої категорії людей піднялася до 1600. Це автоматично веде до збільшення фактичного отримання заробітної плати тих же вчителів. Тому що, як правильно сказав міністр фінансів, це вже буде десятий тариф. І автоматично, без категорії вчитель, в бюджеті 2017 року буде отримати 5200 з хвостику. Тобто це майже топор, що говорив Сергій Каплин, але я думаю, що тут може теж трошки дотягти. Тобто це великий прорив. Таким чином, не в 30% збільшення. У вас іще 300 рублей. Чуєте? Кабінет міністрів. У вас іще 300 рублей. Алесандра, ще ви не згадуєтеся. Спасибо. Перше, найнеприємніше. В цьому бюджеті передбачені незаконні збагачення для корупціонерів і мафії тарифи. І тому, як би ви не говорили про збільшення пенсії, зарплат, вони всі там утонуть, тому що тарифи є несприйнятними і незаконними. Є приєдна новина. Сьогодні є рішення вже одного із судів після тарифів, яке прийняло рішення про те, що рішення НКРП для підприємців установки вартості тарифів електроенергії є незаконним. Процес пішов. Тепер, що касається мінімальної заробітної плати. Давайте говорити чесно, бо люди нас чують і думають, о, буде 3200. Ні, сьогодні таблиця показала, да, перший розряд 1600, але 10-й, а це директор школи і таке інше, 2670. Ну, що неправда, треба таблицю було дивитись, а там вже далі після 10-го йдуть міністр і таке інше. 1300 – це нарахування всіх возможних надбавок, премій і так далі. Ні, дозвольте, дозвольте сказати, давайте, не говорите, не говорите, нет, потому що я дивилася цей, дайте сказати. При всій повазі і навіть любові до вас, це неправда, але я як перший заступник профільного комітету голови заявляю, це неправда, 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 неправда. Ні, це неправда, 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 а старі фами про спілки теж розберіться, виведуть людей і доб'ють це рішення. Тише, тише, я вас не чую, дайте я заступник, я розумію, що з цим вопросом, найголовніше, тому заканопроекті, який вони зробили, називається закон щастя. Олександр, ми не спимемо отримати відповідь на один ваш вопрос. Слухайте, яко ви не тривите говорити, нафиг ви запрошуєте. Олександр, ну, тому що до конца програма остається полтори минути, що мені зробити? Я розумію, але якщо я говорю про закон, я його читаю, я хотів би зазначити, що на сьогодні вчитель вищої категорії відноситься до 12-ї категорії і буде отримати... Десята, скільки коштує? Я спрашиваю, десята, в сільська школа, директор, скільки коштує? Можна сказати про конкретного вчителя, то вчителя буде отримувати до 4-х, 9-сот, 5-ти тисяч, якщо брати... 12-й категорії. Какой? 12-й? У кого 12-я категорія? 10-я, 2-ше, 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 10-та, який на сьогодні у нас відноситься... Борислав, вас що розстраиває? Вчитель другої категории... Я починаю, щось... Це трошки її речі, і ці групи будуть отримувати до 3-900... Дуже можна, що директор буде в нас знаходитись... Та вже все зрозуміли, просто нельзя доїть корову, яку не кормлют. Абсолютно! К сожалению, эта фраза звучит в нашій студії все чаще і чаще. Ми вже превислили лимит нашого времени, я винужден з вами прощатися. Ми обязательно продовжимо все ці жаркі спори ровно через неделю. Всього доброго! Дякую! Дякую!